Здравствуйте, товарищи зрители! Вы, конечно, все знаете и слышали, насколько нужна вода. Но не все до сих пор, к сожалению, понимают, что не любая. Ведь это не просто H2O. Да, и растворено в ней, может быть, все что угодно. Организму нужна химически чистая вода, без примесей, без хлора, мягкая. Так как соли жесткости, то есть минералы, которые присутствуют в воде, только в неорганической форме, вроде карбоната кальция, вредны, а при кипячении выпадают в осадок. Но мало кто думает о том, что вода должна обладать определенными физико-химическими свойствами. Какими? А тут все просто. Сама природа нам говорит, какой должна быть вода для питья. Той, какой она есть внутри наших клеток. Логично? Несомненно, бесспорно. Любая иная вода извне перерабатывается, фильтруется, изменяется у нас в организме, пока чистая и нужная не дойдет до каждой клетки и поступит в нее. Но какой ценой? Порой очень высокой, но об этом позже. Все наши клетки защищены мембранами. А это по сути, по аналогии с техникой, те же осматические мембраны, как в приборах, в системах обратного осмоса. Вот почему, говоря о жесткости воды, она должна быть максимально мягкой, без солей жесткости. А минералы, знаю, как всегда кто-то скажет, а как же минералы? Так вот, минералы надо получать с живой пищей, только в органической форме, в составе сложных соединений жиров, белков, углеводов, только так, как природа предусмотрела. Но есть физико-химические свойства воды, о которых я подробно говорил вот в этом видео, но расскажу я вам сейчас о двух главных из них. Это наличие в воде молекулярного водорода, что важнее всего. И вскользь скажу про ОВП, окислительно-восстановительный потенциал. Что же дает организму водородная вода? Давайте поясню, слушайте и смотрите внимательно. Это знание, ключ к здоровью, очищению организма, борьбе с окислительным стрессом, разными болезнями и старением. Давно уже известно и доказано несколько уникальных свойств молекулярного водорода, который, оказывается, может быть растворен в воде какое-то время. Природных источников с молекулярным водородом, растворенным в воде, сейчас на планете практически не осталось. Но ранее, везде, где были центры сверхдолгожителей, от Лерикского района Азербайджана до местечка, где жили племя Хунзи, вода, которую исторически пили местные жители, долгожители, всегда была с отрицательным ОВП, ну, примерно до минус 30-50 милливольт, и главное, с содержанием молекулярного водорода до примерно 0,5 мг на литр. Люди сейчас все пьют воду, откуда бы они ее не пили, с ОВП примерно плюс 300-500 милливольт, с полным отсутствием в ней молекулярного растворенного в ней водорода. Для начала послушайте две минуты японского профессора Мори Йосиоми. Кстати, неплохо он выглядит в своей далеко за 70 лет. А затем я поясню, как получить такую воду, о которой профессор рассказывает, и другую важнейшую информацию. Итак, смотрите внимательно. Я работаю врачом уже 50 лет. Я занимался различными исследованиями. Конечно же, важно вылечить болезнь, но я пришел к выводу, что профилактика, недопущение болезни еще важнее. Раньше я занимался лечением болезней. Сейчас я думаю, что моя последняя врачебная миссия – профилактика. Именно поэтому 15 лет назад я оставил университет и открыл свою клинику. Там мы занимаемся профилактическим лечением. Наша концепция – врач должен помочь пациенту прожить долгую жизнь без болезней. Есть разные способы лечения. К примеру, важно проводить детокс, выводить яды из организма, восполнять недостающие гормоны. Но прежде всего следует уделять внимание контролю активных форм кислорода, которые являются причиной многих заболеваний, включая онкологию. Благодаря исследованиям мы знаем, что в первую очередь нужно избавляться от наиболее вредной группы активных форм кислорода – гидроксильных радикалов. Чтобы избавиться от этих форм, нужен водород. Конечно же, так как водород убирает гидроксильные радикалы, вызывающие болезни и старение, он может использоваться для их профилактики. Но, что еще более важно, водород создает энергию и улучшает кровообращение, а это значит, что капилляры надолго остаются здоровыми. Таким образом, мы можем предотвратить слабоумие и снижение функции почек и сердца, вызванное старением. Поэтому человек долго сохраняет здоровье. Получается, что водород крайне важен для здоровья капилляров. С возрастом снижается количество энергии в организме. Происходит это потому, что одна из органелл-клетки, митохондрия, стареет, и ее функция снижается. Именно это вызывает старение человека в целом. Мы пришли к выводу, что водород подходит для предотвращения старения митохондрий. Водород очень мощное средство, так как он оздоравливает митохондрии, запасает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет сосуды, вплоть до терминальных участков, уничтожает гидроксильные радикалы и помогает в профилактике и лечении таких серьезных заболеваний, как рак, инфаркт, инсульт, диабет. Для женщин будет приятно, что водород улучшает свойства кожи и волос. Водород в дальнейшем будет незаменим в лечении болезней. Его можно будет употреблять каждый день. Ну а теперь резонный вопрос, как получить такую воду у себя дома, в квартире. Купить такую воду нельзя, вернее, можно в бутылках, но это фикция, профанация. Ведь она держит заряд, когда произведена. И в ней еще растворен избыточный молекулярный водород, ну примерно до 10-12 часов от момента получения такой воды после промышленных приборов. Поэтому единственный вариант нужен домашний прибор, который делает такую воду и сразу ее пить. Водородную воду, а заодно воду с отрицательным ОВП, можно получить благодаря двум типам приборов, генераторам водорода. Первый тип – это персональные приборы внешне, вроде стаканов, куда наливается уже чистая вода после фильтров того же обратного осмоса и генерируются, потом пьется. А второй тип – это проточные системы, которые подсоединяются к водопроводу. Ставятся обычно под раковинами или над раковинами на кухнях. Ну, скажем, как системы того же обратного осмоса, точно так же. И при нажатии кнопки вода быстро льется в стакан, кувшин, неважно, уже с нужными параметрами. Второй тип систем сильно дороже первого, но зато водородную воду можно получать в десятки раз быстрее, чем ждать 5-10 минут ее генерации в приборе-стакане. Для кого-то это удобство важнее цены. Вот такие системы и стаканы, и проточные мы и производим, поставляем и продаем уже более 10 лет, размещая заказы на лучших предприятиях мира. За это время сменилось 5 поколений персональных приборов и 2 поколения проточных напорных. Зная все досконально, имея самый большой опыт работы с водой, я предлагаю вам приобретать самые лучшие, мощные, эффективные, а главное, безопасные системы, которые мы отправляем в любые города России и страны мира. Ссылку на них я оставлю вам прямо под этим видео. Но досмотрите видео до конца, ведь самое важное дальше. А в чем, собственно говоря, безопасность и опасность? А самое опасное получить при генерации воды в приборах тяжелые металлы, которые гарантированно перейдут в воду в процессе электролиза, необходимого для разложения воды на водород и кислород, когда вода в приборах готовится. Чтобы металлы не переходили в воду, есть только один способ, и он дорог. Это использование в электролизном блоке как основы только титана, покрытого сверху несколькими слоями чистой платины. И только ей, так как только платина при электролизе не дает выйти в воду молекулам и ионам тяжелых металлов из любых сплавов. Оттого и цены на такие приборы выше вредных дешевок, типа аналогов, которые заполонили весь рынок, лишь бы продать, а большинству граждан, лишь бы купить дешевле. Печально. Это вам не телевизор покупать дешевле или дороже? Тут речь идет о здоровье и жизни, о безопасности. Все продавцы стремятся перетащить ценой на себя клиентов. И ладно, если бы люди, польстившиеся на скидки и дешевизну, теряли бы только деньги, выкинутые в помойку. Это к вопросу о том, что такие приборы по факту генерируют вообще. Уж лучше бы ничего не покупали, но они теряют здоровье. Сколько за нами за эти годы делали подделок в Китае? Это было, например, со старыми приборами-стаканами Хэлоби и Аквапеном, приборами прошлых поколений. Но прошли годы, технологии совершенствовались. И вот чего мы добились теперь? Просто посмотрите вот это видео о персональном генераторе водорода и свободных электронов Неопене. Ссылку на сам прибор, естественно, как и на видео, про которое только что сказал, я оставлю вам прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите. На первом месте, прямо сверху, а на втором и далее на другой прибор, аналог попроще, и на две проточные системы. Ну а теперь посмотрите, как меняется кровь у человека до и сразу после потребления водородной воды. А затем два характерных примера, как у двух пожилых женщин, имеющих много проблем со здоровьем, в том числе с почками. В этот же день, начало питья этой воды из наших приборов, изменилось состояние, и вот как оно изменилось, о чем рассказывают их сыновья. Вот врач берет у пациентки кровь из пальца. И по этой капле, с помощью специального темнопольного микроскопа, подключенного к большому монитору, мы можем увидеть состояние ее крови, значит, организма. Вот это красные кровяные тельца эритроциты, в которых есть гемоглобин, переносящий клеткам жизненно важный им кислород. Но они не текут по крови, по отдельности, как должно быть, а слиплись вместе в грозди и столбики. Потому что часть из них утратила свой электрический заряд с поверхности своих мембран, из-за воздействия свободных радикалов, которые на нас с вами действуют из разных источников. Сейчас, как никогда прежде, от пищи с канцерогенами до электромагнитного излучения. Вот они слиплись, как стопки монет, как слипаются магниты разными полюсами, разными зарядами. А вот в этой части находятся большие сгустки. Эти сгустки связаны и провоцируют тромбозы, закупорку сосудов, облитерирующий эндертерит, болезни сердца. Часто инсульты и инфаркты происходят из-за этого, то есть из-за густой крови, из-за слипшихся эритроцитов, которые не могут пройти в микрокапилляры, а также заболевания легких и почек. Но вот врач предлагает пациентке выпить немного водородной воды с отрицательным ОВП. Через 12 минут врач снова берет у пациентки кровь и исследует ее. Вы можете видеть, что эритроциты стали оживленными, разъединились, они стали подвижными, так как они восстановили свой отрицательный электрический заряд на поверхности. И уже как магниты с одним зарядом, ну, развернутый обратной стороной, скажем так, отталкиваются друг от друга. И свободные радикалы их уже не повреждают. Потому эритроциты и стали отталкиваться друг от друга и уже могут проникнуть в самые тонкие микрокапилляры, конечности и внутренних органов. Теперь они могут, как им и положено, переносить кислород во все клетки нашего организма. Как вы думаете, смогут ли сгустки эритроцитов пройти в микрокапилляр органов и тканей? Конечно, нет. Порой в некоторые могут протиснуться только эритроциты по отдельности, по одному. А вот теперь, да, могут. Потому любые болезни, которые вызваны ухудшением циркуляции крови и кислородным голоданием, теперь будут устранены. А излечение любых болезней ускорится в разы. Заживление любых ран улучшится. Да, такая вода еще и идеальный растворитель. Она в разы быстрее и активнее будет растворять любые эндогенные яды и токсины и выводить их из организма. А питательные вещества и все иные жизненно необходимые нутриенты в разы быстрее будет доносить до каждой клетки нашего организма. Помните и знайте, что водородная вода обладает еще и, естественно, противовоспалительными, противораковыми свойствами. И при комплексном лечении таких недугов она просто жизненно нужна. Ну а теперь я хочу вас уберечь от глупостей и самообмана. Про дешевки, приборы вредные для здоровья, надеюсь, вы уже поняли. Теперь я поясню вам про модные настаивания овса. Ну и чего бы то ни было еще иного, так вот это все глупая затея, рассчитанная на приятный самообман. Это извечная жажда купить себе на грош пятаков. Недавно мне было письмо, и я зачитал его в рубрике «Ответы на вопросы» на другом своем канале, о том, что в таких вот настойках нашли суп из вредных бактерий. Это получается всегда, когда засыпают в емкость зерно и наливают воду для настаивания и получения минусового ОВП. А это в таком виде продукт жизнедеятельности бактерий. Вы удивлены? А вот скажите, зерно стерильно? Ну нет, конечно. Вы допускаете, что с нестерильным, естественно, зерном, с ним в воду что-то перейдет, а именно вредные бактерии, грибки, а затем в ваш организм. А для чего люди делают и советуют эти закваски? А для получения воды с отрицательным ОВП. Молодцы! Хорошая самоцель. Только вот мало кто из таких людей понимает, что ОВП это не главное в воде, а побочное. А вот главное это молекулярный водород. А получить его настаиваниями чего-либо невозможно. А можно только электролизом или с помощью протонообменных мембран. Но если вода обогащена водородом, ее окислительно-восстановительный потенциал растет автоматически и может стать до минус 300 и даже выше, но наоборот алгоритм не работает. То есть, если вы делаете ОВП отрицательным, то свободного водорода, молекулярного водорода, как не было в воде, так и не будет. Итак, не смотрите на ОВП, смотрите на молекулярный водород в воде. В видео, о котором я вам говорил, все наглядно показано, обязательно его посмотрите. Еще одна глупость, связанная с фанатичной верой в родники. Итак, родники и водородная вода с отрицательным ОВП друг к другу. Никакого отношения не имеют вообще. А то сейчас некоторые скажут, пойду, мол, наберу воду из родника и все получу, что надо. Ничего вы не получите, кроме пустой траты времени, сил, а можно и вред получить. Почему? Слушайте, сейчас поясню. Да, пару слов, что такое живая вода. Это просто щелочная вода. Паш, который имеет щелочную реакцию, как практически все среды нашего организма, что правильно. И не более того. Кстати, один из двух проточных генераторов водорода, вот этот, создает, в том числе, помимо водорода, ОВП, и щелочную воду. А другие свойства, точнее, состав воды в роднике, зависят от пластов в земле, через которые течет и вытекает уже потом на поверхность вода из родника. Вроде источников с серебром, где-то там в слоях земли, или с фуллеренами, как в Карелии около местечка Шунга, когда вода проходит через слои Шунгита. Кстати, про это у меня было видео про фуллерены. Вы его тоже потом посмотрите. Я, конечно, на него оставлю ссылку под этим видео, как и на видео про проточные системы обратного осмоса. Там я поясняю и то, почему не стоит покупать системы осмоса с бачками-накопителями. Посмотрите. Потому, товарищи дорогие, хватит носить бутылки с родников. Тем более, в чем вы носите в пластике, так вы больше вреда приносите, чем даже потенциальный вред из очень хороших родников. Не носите эту воду впустую, не тратьте время, силы и топливо, а просто поставьте проточную систему обратного осмоса на кухне. Вот вам такая система, ссылку оставлю, и вы получите воду чище, чем из любого родника, точно без вредных примесей. А после уже, заливайте эту осматическую воду в генератор водорода, если это прибор-стакан, или последовательно соедините свой проточный осмос с проточным генератором водорода. Вот вам две модели, и вы получите чистую и просто идеальную воду для наших клеток, и не будете тратить колоссальный ресурс организма на переделку, перестройку с неправильной поступающей в наши организмы с питьем на правильную воду, которая необходима нашим клеткам. Бывает также, что родники вытекают в экологически чистых местах, и вы радуетесь, а протекают в земле, пока не вытекли, в местах свалок, захоронений, отравленных сельским хозяйством грунтовых вод и тому подобное. Подумайте об этом без фанатизма, веря в святость родников, или помни, как бабушка когда-то носила оттуда воду всю жизнь. Это не те родники, которые когда-то, там, 300 лет назад или ранее находили и советовали святые, волхвы или шаманы. Забудьте, природа уже не та. Откройте разум наконец. Я даю единственно верный, разумный, безопасный и оздоравливающий способ получить прямо на дому ту воду, которая была когда-то в центрах сверхдолгожителей, то есть мягкую, без примесей, безопасную, с отрицательным ОВП и главное, с высокой концентрацией молекулярного водорода и даже структурированную, если брать вот эту камеру Шаубергера, структуратор и встраивать его в систему после обратного осмоса и наливать затем воду в стакан генератора водорода и пить. Или встроить после проточного генератора водорода и пить. Или приобрести проточный генератора водорода вот этой модели Аквадок, в котором уже встроена камера Шаубергера. Да, чуть не забыл, я же обещал вам показать два интересных сюжета, очень показательных, смотрите. поскольку у меня мама пенсионерка, 80 лет, вот, и у нее затруднения как бы с мощью спускания. Ну, с почками проблемы. Ну, да, да, есть определенные проблемы уже с почками. И она днем практически в туалет не ходила. И случалось, если ночью, то прям по чуть-чуть. Вот. И, значит, я принес прибор, сделала она воду, вот, выпили, сидим, разговариваем, и вдруг она мне говорит, что хочу в туалет. ушла в туалет, долго ее не было, возвращается, я говорю, с детства так практически не ходила в туалет. То есть прудила, извиняюсь в выражении, как лошадь. Здорово. Вот. И где-то неделю у нее вот выходила, выходила, выходила. В прошлый месяц я взял два таких, подарил маме, дочке, через неделю позвонил, думаю, мам, ну как там? Я, кстати говоря, его взял и фокус есть. А, и фокус? Да. Мама говорит, я стеснялся себя сказать, потому что мужчина и женщина это потрясающе. Я давным-давно, но она очень дружит с медициной, с этим конвейером смерти. Она очень много есть этих таблеток, в общем, у нее там 80 лет ей в этом году исполняется. Она мне говорит, я стеснялся себя сказать, но говорит, я давно-давно, так, если раньше один раз в туалет ходил, за три дня, вытесет каждый день. Ну, по-малому, так сказать, вот то, что... По-большому. А, вот даже так. И по-большому. По-малому, это само собой, она говорит, просто прекрасно. Понятно, у нее с кишечником проблемы, так сказать. Естественно, естественно. Понятно, там есть все подряд. Понятно. Есть все подряд, и там есть подряд, и так далее. не меня она ощутила сразу. Что ж, переходите по ссылке под этим моим видео. Я там оставлю вам несколько очень интересных видео по воде. Вы их посмотрите обязательно. А главное, я оставлю вам ссылки на вот эти все приборы, о которых говорил. Помните, что мы отправляем любые ваши заказы в любые города России и страны мира. Приобретайте самое важное для здоровой и долгой жизни. Это приборы, изготавливающие безопасную, клеточную, живую, водородную, антиоксидантную воду с самыми высокими в мире показателями, что мы и доказали в видео, ссылку на которое я тоже оставлю вам в описании. Про персональный генератор водорода и свободных электронов в стакан УВПМ. Ну и конечно, я желаю всем порядочным, хорошим людям, крепкого здоровья, крепкого разума, то есть здравого смысла. Смотрите мои видео и у вас будет возможность качественней, дольше жить и больше в жизни всего хорошего и важного успеть. До свидания. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео и это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч. До новых встреч.